Слово о сне. Сони, возрадуйтесь, ленивые выходные помогают против слабоумия. О пользе спокойного, тихого, домашнего отдыха в субботу и воскресенье для здоровья заявили тайваньские ученые. Их канадские и заокеанские коллеги и вовсе настаивают на обязательном дневном сне. По их мнению, он улучшает память, улучшает внимание, повышает креативность, замедляет старение. Согласны ли с такой позиции наши ученые? Узнаем профессиональное мнение у сомнолога, кандидата медицинских наук, у Александра Казаченко. Он уже в нашей студии. Доброе-доброе утро. Доброе утро, Александр. В самом разгаре необычная шестидневная рабочая неделя. Доспать в воскресенье, которое будет, по сути, первым выходным днем, то, что не доспал с понедельника по субботу. Это хорошая идея с точки зрения науки или нет? Как вы считаете? Тут такой неоднозначный ответ, потому что, с одной стороны, если человек хронически не высыпается на рабочей неделе, или в силу разных факторов, то, если он не доспит и на выходных, ну, это будет плохо для его здоровья. Поэтому доспать, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, бывают ситуации, когда досыпаем, мы сами себе искусственно вводим в состояние, когда мы не досыпаем в течение недели. А подождите, одно дело досыпать, а другое дело пересыпать. Вот как не найти, точнее, вот как найти как раз ту грань, когда вроде и выспались, а проснулись, извините, в 12, а то и в час, и в разбитейшем состоянии? Ну, скажем так, переспать на самом деле сложно. Тут скорее мы имеем дело, то есть когда человек там, допустим, много-много спал, потом плохо, да, ему становится, то я не сказал бы, что это переспал. Да, то есть там комплекс факторов, который может влиять на самочувствие и помимо сна. Просто почему, скажем так, плохо пересыпать сильно, потому что почему-то мы всегда говорим, что нам нужно спать сколько-то часов. Но забываем зачем. Причем цифра все время разнится. Потому что от 4 до 12 это норма. То есть вот цифра 8 это немножко миф, и всем подряд соблюдать его ни в коем случае не надо. Но история в чем, что мы должны поспать. Зачем? Для того, чтобы какой-то промежуток бодрствовать. И поэтому если человеку условно нужно 8 часов, чтобы выспаться, соответственно, через 16 часов он только захочет спать. И поэтому если человек на выходных отсыпается и встает, допустим, в 11-12, то логично ожидать, что он захочет спать ближе к 3-4 часам утра, а не к 11-12, как ему хочется. И поэтому люди страдают от того, что они после выходных с трудом засыпают. Сами себя загоняют в эти подушки. По сути, да. Как вам выводы иностранных ученых? Согласны ли вот с такой продленкой, что если впереди длинные выходные, можно залечь и спать, и спать, и спать, и это полезно, это улучшает, как мы сказали, внимание, память, повышает креативность, замедляет старение? Мы здесь именно подходим с того позиции, что если человек не будет досыпать то, что ему не хватило на рабочей неделе, это безусловно плохо. Но если это будет вводиться в привычку, человек будет досыпать неправильно, то есть он будет, скажем так, очень поздно вставать на выходные, то это будет тоже, может быть, самостоятельной проблемой. А если человек вот решил действительно себе дать возможность отоспаться, выспаться, вот все-таки, ну мы не будем его отговаривать, ну хочет, пусть спит, какие ему вы можете дать советы, как правильно отсыпаться, чтобы и выспаться, и не быть разбитым, и не уснуть потом в 4 ночи? Ну, важно, чтобы человек, когда отсыпался, понимал, что ему важно отоспаться не позже встав, а раньше лечь. То есть если вы не отоспаться, вы просто ложитесь раньше спать. То есть не в 12, а хотя бы в 10? Да, но если уж там совсем не получается, понятно, там, друзья, там, вечеринки, еще куда-то хочется пойти, тем и людям, да, то, по крайней мере, первый выходной там спите, как хотите, но второй выходной поставьте в будильник так, чтобы вы встали не позже, чем на час, максимум 2 от вашего привычного времени вставания, чтобы у вас начало периода бодрствия началось раньше, и вы ближе к уже к реальному времени засыпания захотели спать. А сон в кредит может ли быть полезнее, если кто-то... Под проценты сон. Выгодные проценты, да. То есть ты перед выходной говоришь, я буду все выходные спать не потому, что я устал на неделе, которая завершается, а для того, чтобы на следующей неделе я мог себе сократить время сна, и таким образом я сначала добрал или даже перебрал... А потом буду оттуда... Да, а потом буду... Прекрасный самообман, но, по-моему, только верблюды в животном мире умеют впрок есть и пить, нам это недоступно, что есть пить мы впрок не можем, так же и наспаться впрок мы не можем, поэтому это, к сожалению, такой самообман, который вызывает проблемы. Не буду как верблюд, да. Давайте вот, знаете, об актуальном действительно спросим. Ладно, отоспаться впрок не получится, а вот маленькие, короткие сны в течение дня, я не знаю, кто-то сиеста это называет, кто-то тихим часом, вот возможно ли это, и главное, сколько должен длиться сон? Ну, это возможно, есть такой термин, называется полифазный сон, когда мы разбиваем общую продолжительность сна на несколько частей, и в этом плане дневный сон, если он удобен, потому что, ну, не все это все могут позволить, то есть спать на работе на столе, ну, не самое комфортное дело. Ну, в некоторых офисах есть там, где, вы знаете, откинуть на сон. Да, если есть потребность, ну, действительно, почему нет, но продолжительная сна в идеале должна быть не больше получаса, иначе человек опять-таки поспит больше, и потом будет просто сложнее засыпать, и он опять искусно будет. То есть полчасика, и все, никакого часа, никакого полу, полтора, и никакого каких-то двух. Ну, желательно, потому что чем больше человек спит днем, тем, соответственно, тяжелее ему засыпается, меньше спит ночью, и это вызывает потребность по днем, то есть такой замкнутый круг получается. Александр, спасибо вам за целую серию ответов и советов. Попробуем, по крайней мере, спать по науке. Александр Козаченко был в проекте «Утро» в Петербурге. Главное, что в нашей с тобой профессии, Людмила, не проспать в выпуске новостей от наших коллег из редакции информационного вещания. После, кстати, если вы правильно будете спать, ваш мир обязательно будет цветным. О красках детства поговорим после того, как коллеги расскажут последние новости о жизни северной столицы. Продолжение следует...